АИМ Для этого желательно иметь мышь с гибко настраиваемым показателем dpi. Есть конечно мыши у которых переключаются только несколько режимов то есть 400 600 800 1200 или 1600 стандартные шаблоны. Но есть здесь одно но. Такого как вы еще одного на земле попросту нет. И никогда не верьте тому кто говорит что лоуэкспресс. Что у dpi 400 или 600 это самое крутое разрешение. Или наоборот что dpi 3200 самое лучшее. На свете ведь нет таких двух как вы. И поэтому dpi может быть полностью индивидуален и не обязательно совпадать с каким то шаблоном. Для этого вам и нужна мышь с возможностью устанавливать произвольный dpi. Смысла использовать настройку dpi свыше 1200 нет. Об этом я расскажу в ролике о мышках и об отличии dpi от cpi. Поэтому гнаться за сверх дорогой мышкой якобы с 3200 или более dpi абсолютно не стоит. Возьмите любую мышку средней цены которая имеет разрешение до 1200 dpi. Этого вам будет достаточно. Ну в общем на этом все. Вы имеете сейчас мышь у которой можно настроить dpi. Что же дальше? Нам нужно зайти на сайт aimbooster. Именно с его помощью мы будем тренировать aim и подбирать разрешение мыши. Сайтов аналогов на самом деле полно. Можете использовать любой из них. Или даже есть приложение которое устанавливается на ваш windows. Но я использую именно этот сайт. Из-за его простоты и еще плюсом браузерной версии является мультиплатформенность. Для того чтобы подобрать свой dpi выбираем самый первый челлендж. Это лопание шариков. Задача проста. Нужно лопнуть как можно больше шаров. Право на ошибку только 3. Шарик живет 2 цикла. Если не успели его лопнуть тоже будет засчитана ошибка. Задача этого челленджа не только в тренировке аим. Но и умение расставлять приоритеты. Тренировка работы с несколькими целями одновременно. Чтобы не паниковать если вдруг на вас вышло несколько врагов разом. И разгон торможения мышкой для быстрого и четкого наведения. Ваш dpi должен находиться в диапазоне от 200 до 1200. Поэтому перед первым упражнением выставляйте 800 dpi. И выполняйте это упражнение. Несколько раз. Желательно 5-10 повторений. После этого мы прибавляем и отнимаем по 50 dpi. То есть у нас получается чувствительность 750 и 800 dpi. Опять же повторяем это упражнение в районе 5 или 10 раз с каждой из этой чувствительности. Далее сравниваем в каком случае точность у нас лучше. Если точность у нас лучше при 700 dpi. Начинаем понижать разрешение с шагом в 10 dpi. И повторять упражнение пока не будет достигнут пиковый показатель точности. Вот в этом пике и будет находиться ваша чувствительность. Которая соответствует вашей мыши и вашей руке. Если показатель лучше при 850 dpi, то соответственно идем вверх до 1200. И в пике опять же будет находиться ваш dpi. Если так получилось, что в обоих случаях точность и количество лопнутых вами шариков ниже, чем при 800 dpi. Значит ваш dpi лежит в диапазоне от 750 до 850. Начинайте шагать либо с верхнего, либо с нижнего предела шагом в 10 dpi и анализировать результаты упражнения. Когда вы будете приближаться именно к вашей чувствительности, к вашему dpi, вам заметно станет проще наводиться на шарике и точность в упражнении станет стабильнее. Эту процедуру выбора своего dpi вам нужно будет повторять при замене каждой мыши или коврика. Ведь сейчас вы подберете вашу чувствительность именно под это трение, именно для этого веса мыши. И если что-то изменится, вам придется заново все настраивать. По окончанию этих упражнений, которые я озвучил выше, после 2-3 часов просиживания за имбустером, вы наконец найдете свой родной dpi. Если он совпадает уже с тем dpi, которым вы пользуетесь сейчас, замечательно. Вы все это время играли на своих родных настройках. А если же он не будет совпадать, значит все это время ваша мышка мешала вам показывать свой скилл. После того, как вы добьетесь оптимальной настройки dpi, ваша точность и эффективность в игре значительно вырастет. Ну а в следующем выпуске я расскажу, как правильно настроить игру под ваш dpi и проиллюстрирую, на что влияют тренировки на имбустере. Ну а с вами был Алексей, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если видео вам это понравилось. Подписывайтесь на мой канал, еще будет много чего интересного. Увидимся в новых видео. До скорой встречи. Пока.